Итак, 13 января 1622 года в Париже у господина Жана Батиста Поклена и его супруги Марии Поклен-Крессе появился хилый первенец. 15 января его окрестили в церкви святого Евстафия и назвали в честь отца Жаном Батистом. Соседи поздравили Поклена, и в цехе обойщиков стало известно, что родился на свет еще один обойщик и торговец мебелью. У каждого архитектора есть своя фантазия. На углах приятного трехэтажного дома с острой двухскатной крышей, стоявшего на углу улиц Святого Гонория и Старых Бань, строитель XV века поместил скульптурное деревянное изображение апельсиновых деревьев с аккуратно подрезанными ветвями. По этим деревьям цепью тянулись маленькие обезьянки, срывающие плоды. Само собой разумеется, что дом получил у парижан кличку «Обезьяньего дома». И дорого обошлись впоследствии комедианту де Мольеру эти мартышки. Не раз доброжелатели говорили о том, что ничего удивительного нет в карьере старшего сына почтенного Поклена, сына, ставшего гороховым шутом. Чего же еще требовать от человека, выросшего в компании гримасниц-обезьян? Однако в будущем комедиант не отрекся от своих обезьян. И на склоне жизни уже, проектируя свой герб, который неизвестно зачем ему понадобился, изобразил в нем своих хвостатых приятельниц, карауливших отчий дом. Дом этот находился в шумнейшем торговом квартале в центре Парижа, недалеко от Нового моста. Домом этим владел и в этом доме жил, и торговал придворный обойщик и драпировщик Жан-Батист-отец. С течением времени обойщик добился еще одного звания – коммердинера его величества короля Франции. И это звание не только с честью носил, но и наследственно закрепил за своим старшим сыном – Жаном-Батистом. Ходил слушок, что Жан-Батист-отец, помимо торговли креслами и обоями, занимался и отдачей денег взаймы за приличные проценты. Не вижу в этом ничего предусловленного. Субтитры создавал DimaTorzok